Сейчас мы вам покажем разминку боксера. Бокс вид спорта, требующий пластичность, требует взрывную силу, требует выносливость. Это все можно черпать из разминки. Когда ты начинаешь правильно разминаться, ты правильно подготавливаешь свое тело к определенной работе. То есть самое одно из таких заблуждений, что начиная разминать человека, якобы он экономит силу на оставшуюся тренировку. Но на самом деле это не так. Организм нужно хорошо разогреть, тогда энергии на тренировке у тебя будет больше. Сейчас мы начнем с вами разминку. Я ее провожу, начинаю снизу вверх, начиная с наших пружин. Это мышцы голеностопа, это икроножные мышцы. Сейчас мы их начнем разминать с самыми простыми упражнениями, которые еще начинают делать на физкультуре. Это начинаем просто подготавливать голеностоп к работе. Просто элементарно покрутить, промять, прохрустеть. Это обычные движения. Потом поломать стопу на внешней части, потому что у нас много движений, смещающихся, чтобы у вас мышцы, связки были уже готовы к такому, как сказать, стрессу небольшому. То есть покрутить на внутренней, на внешней чуть позаламывать стопу, надавить немножечко. Потом на носочках пощупать, пройтись. Прямо смотрите, колени не гну, прям на больших, скажем, на подушечках пальцев ног прощупать пол, прощупать. Потом с пяточки на носок подорвать и зафиксировать себя в конечной фазе. Хоп! И сбалансировал. То есть рывок. Сбалансировал. Потом сделать координационное такое упражнение носочками в центр, в стороны. Легкое упражнение. Раз, раз. Потом пяточки, носочки тоже сбалансировать себя. Раз, два, раз, два, раз, два. Вот такие упражнения поделать. Потом мы приступаем с вами тоже к рывочку такому. На правую стопу, на левую стопу попружинил. Видите, я пятку на пол не ставлю. Хоп! Сбалансировал. Сбалансировал. Попружинил. Хоп! Хоп! Что мы здесь вырабатываем? Вот эту амортизацию, как в челноке, как в рывке, это все происходит от голеностопа и переходит выше. Вот он. Хоп! Голеностоп. Раз. Вот за счет этих мышц мы и выполняем. Поэтому мы их сейчас размяли. После того, как мы разогрели голеностоп, подготовили его, приступаем к простым упражнениям. То есть убираем из-под себя опоры. То есть в стороны спинка у нас под собой. Ножки убираю, пятку опять же не ставлю. Легко. Как маятник, так хоп. Также, когда вы выносите ноги перед собой, не надо убирать спину назад. Тогда вы толкаетесь не прямо на скобу, а практически полное. Нам нужно соприкосновение именно передней части стопы привыкать, чтобы ваши ноги привыкали к этой работе. Спинка под собой у меня. Я толкаюсь. Вот у меня движение идет. Рывочек. И то же самое выполняем с вами назад. Спинка под собой. Назад побросали. После этого движения можно выполнить такие, тоже связанные с координацией. Это вот прыжочки кресеньком такие. Просто ножнички. Тоже на носках. Центр стороны. И потом это все в совокупности соединит. То есть так попрыгать, так попрыгать. И крест-накрест попрыгать. После этого мы приступаем к вам к рывочке. Колени потянуть. Это тот же рывок. Видите, мы с топой рывки делаем. Также мы захлёст. Стараемся выполнять правильно и четко. То есть не просто убирать аудио. Действительно загибать ногу. И опускать ее. Потому что это уже вырабатывается и скорость, и взрыв. После этого мы переходим к вращению бедер. Вот пяточками так покрутить. Структура удара. Мы же бедром вращаемся с вами. То есть, например, развернулись. То же самое здесь. Покрутили. Потом на двух ножках попружинили. Вперед, назад, влево, вправо. Такую работу выполнили. После этого я даю упражнение. Можно с места делать, можно в движении. Это попрыгать с ноги на ногу. Попружинил прям на правую, в сторону. Сюда весь тело почувствовать. Не заваливаться, падать просто. Как приклеиваться к земле. То есть я зафиксировался. Зафиксировался. Чтобы там вас не болтало. Чтобы мышцы стабилизаторы уже подключались на балансе. Вот здесь. После этого мы приступаем к работе на скручивание. Оп, скрутили поясничку. В этом движении, в боксе, вообще много скручивающих движений. Те же уклоны, скручивающие. Удар, это скручивающее движение. Также под разноименную ногу. Под разноимен назад. Все построено на таком вращении. Поэтому уделяйте побольше внимания скручивающим движениям. Чтобы ваши мышцы уже привыкали ходить вокруг своей оси. А не заламываться. То есть, чтобы ты не ломал спину. А скручивал. Раз, здесь. Здесь покрутил. Оп, потом ручки поднять можно. Прошелся вперед. Оп, замер. Прошелся назад. Вот сюда. Вот сюда плечиком перекрылся и пошел назад. После этого движения переходим к следующему. Ручки в замок. Также прогреваем мышцы поясницы, спины, мышцы корпуса. Оп, прошлись. Хорошенечко. Для чего вы руками выполняете движения? Это чтобы еще плечевой пояс тоже у вас разминался. Все как на шарнире. Должно быть все как... Оп, сюда. Оп, разогрелись. После этого движения выполняем такие... То есть, вот такие наклоны вместе с рукой. Чтобы межеберные мышцы хорошо растянуть в стороны. В правую и в левую. В правую и в левую. Потом выполняем с вами следующий элемент. Четыре движения. Это наклон влево, вправо, вперед, назад. Тут коленки должны быть подсогнуты. Участвуют также и бедра, чтобы это не было отдельно. Чтобы все было в совокупности. Чуть левее, вправее, вперед, назад. Посидите за руками, чтобы они у вас не спадали. Ручки поджаты. Влево, вправо, вперед, назад. Влево, вправо, вперед, назад. Влево, вправо, вперед, назад. После этого вращения сразу у вас и бедра работают. Коленки сгибаются, наклоняются. И все в совокупности, вот так должно у вас получаться. Локти не спадают, локти поджаты. Взгляд четко вперед. В одну сторону и в другую. После этого приступаем к коротеньким поворотам. Чтобы ваши руки работали едины с корпусом. Чтобы это не было, вот, зачастую встречается отдельно. Это чуть-чуть другое упражнение. Ручки здесь перед вами. Поджали кулачки. И уперлись ногами в пол крепко. И поворотики поделали. Оп-оп. Поворачивались. Потом руки можно за голову поставить. Также скручивающие движения стали с вами. И в стороны посмотрели. Выполняем за счет мышц пресса и поясницы. То есть не просто так стоим, вертимся. А подключаем уже мышцы напрягаемых. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. После этого переходим к следующему. Разминаем плечевой пояс. Это мы будем выполнять вращающие движения. Рывковые, растягивающие. И вот немаловажно это почувствовать, когда вы вращаете. Чтобы импульс у вас шел от ноги. Чтобы ваша ножка толкает. И рука свободно летит. О. Легко. Чтобы вы не просто на прямых ногах руку раскручивали. Как бы вы и так ее разомнете. Но так вы еще подключаете технический момент. То есть как ударит он. Оп. Подсаживайся, рука полетела. Подсаживайся, рука полетела. То есть импульс уже. Вы интуитивно учитесь брать импульс от ног. Который придается в руку. То есть стали ножками. Оп. Свободник. Потолкался. По-хорошему ваши руки, как веревки, должны болтаться. И кросс аж приливает к пальцу вашу покалывание. Такое, если вы правильно делаете. Легкие, свободные. Также назад. Назад покрутили. Свободник. После таких вращений можно сделать координационные вращения. Одна вперед, другая назад. Можно перед собой покрутить в одну сторону, в другую. После вращения переходим к рывочкам. То есть, например, коротенький. Оп. Один амплитудный. Оп. Один амплитудный рывок. Грудь вперед, лопатки сзади соединить. Также вертикально. Кулачки сжат. Просто потянул на месте. Перетапкиваемся. Координируем движение. После этого приступаем к вращению в октевом суставе. Когда вращаете, потому что будете сталкиваться с такой ситуацией при ударах. Когда локоть вылетает. Тоже неоднократная тема такая. Когда бьет резкая боль в октевом. Чтобы вы привыкли с устава свободно вращаться. И в моменте. Вот таком. Когда удар доходит к параллельной части пола. Да, у нас ручка. Замкнуть. Плечо напряжено полностью рука. Грудь, спина, кулак, кисть. То есть абсолютно свободно. И в один момент напрягайтесь. Легко. Свободно. Напрягся. Вот такое упражнение. То есть вы уже и суставчики разогрели в октевые. И учились чуть фиксировать руку. С полного расслабления в полное напряжение. Затем делаем вот такие движения. Как к лишней работают руки. Снизу. Сбоку. Кулаки не выше плеч поднимаем. Если не получается с ногами подбрасывать. Просто встаньте. И поработайте отдельно руками. Вот. Движение приводящее. Как боковой удар. Имитация. Снизу. Сбоку. И потихонечку. Выполняя каждодневно это. У вас уже идет адаптация к техническим элементам. Когда вы бьете боковую. У вас уже от разминки есть небольшая. Мышечная память. Снизу сбоку поделали. Руки простянули. Мы уже подготовили. Потом можно немного дотянуться еще. Вытянуть себя хорошенечко. Тоже мышцы корпуса. Ног как струна. Повытягиваться. Натянулись. Оп. Вытянулись хорошенечко. После этого остаток. Это у нас мышцы шеи. И кисти наши пальцы. Все это дело подтянуть. Шею до упора поповорачивать. Вперед. Назад. Повытягивать. Вниз. Назад. Внизу чуть-чуть шею покрутили. Сзади аккуратно. Повращали. Ну и конечно приступить к нашему, скажем, главному оружию. Это кулаки. Подготовить. Привыкать, чтобы у нас ручка хорошо тянулась. Потому что бывает бьешь, резко дергает. Нервная система сразу в стресс. И болевые ощущения. Немножечко уже ее в стрессе поддержать. Чуть растянуть. Пальцы. Все это. Круговые это стандартные базовые. Это начинается урок физкультуры. Это все прорабатывается. Потом встряхнуть руки. Встряхнули. Позбрасывали. То есть встряхнуть мышцы. Вот это такая самая простая разминка базовая. Она занимает 5-8 минут. Потянулись. Чуть-чуть попрыгали. Затем можно запустить организм. Сделать рывковые упражнения. То есть мы с вами сейчас опоры поубирались под себя. Можно сделать, допустим, уделить время 2-3 минутки разным и легкоатлетическим упражнениям. И там немножечко разных выпрыгиваний с элементами. То есть начинаем с простого. То есть мы пружиняем на месте. И рывок колене к плечам, либо к груди. То есть вы подпрыгиваете носочки. Мягко приземляетесь. Сначала один раз, потом можно там 3 подряд. Затем вы выпрыгиваете и касаетесь носок в моем воздухе. Тоже мягенько приземляетесь. Не на всю стопу, чтобы у вас амортизация постоянно была. Затем на 360 оборот сделать. Приземлились. Приземлились. Затем в поясничке прогнуться. И мягко на носке приземлились. Затем можно выпрыгнуть. И ручки быстро выпустить перед собой. Выбросил свободно. И забрал их. Раз и забрал. После этого можно приступить к следующему выпружините. И отсчет себе даете там 3 раза например. Раз. Пружиним дальше. Два. И третью. Три разика сделал. Сейчас у вас на этом моменте как раз жар пойдет. Сразу под. Выступает потому, что подняли вы обороты. Подняли сердце. Подняли пульс точнее. После этого можно дотянуть мышцы. Это уже вы. Станетесь во фронтальную стоечку. Подшири ножки поставить. И уже по самочувствию. Понимая, что где-то ты что-то не дотянул. Дотянуться. Тем более вы уже разогреты. Мышцы более эластичные. Их можно уже поднагрузить растяжкой. Стандартный базовый центр к носочкам. Сюда чуть-чуть покрутились. Внизу. Здесь чуть назад прогнуться. Дотянулся. За спину поработал. Оп. Вот подготовил. Размял. Да размял себе. Да. Кто-то там плечики дотягивает. Здесь. Забыл. Все. Мое тело готово к работе. Затем я приступаю к скакалке. Если нет скакалки у вас. Например. Можно просто заменить это бегом на месте. Бегом на месте. В хорошем таком темпе. Три минутки. То есть вы. Работаете на месте. Можете там вперед. Назад. Левее. Правее. Ну в таком легком темпе. Чтобы это не было. Чрезмерно вам тяжело. Не осложняло. Ну если есть скакалка. Вообще шикарно. Работаем на скакалочке. Три-пять минут. Вы окончательно размялись. То есть не имея под собой никаких. Там специальных тренажеров. То есть уже я прогрелся. Пока показывал. Сам уже вспотел. Тем более выполнял я не в полном объеме. После этого можно переходить к работе на школе бокса. То есть ваше тело готово. Вы уже рывки подделали. Все. Можно приступать к школе бокса.